Магистры делового администрирования. Какие они? День российских студенческих отрядов. Теперь температуру можно контролировать. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояринцева. 17 февраля в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан по вопросу подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. По словам ректора КФУ Ленара Сафина, необходимо обеспечить взаимодействие вузов Республики с предприятиями УПК, а также направить внимание на недостаток абитуриентов, ориентированных на технические специальности. Вопрос о коллекционных кадрах для предприятий оборонно-промышленного комплекса приобретает все более важное значение с точки зрения вузов. Основные проблемы предприятия УПК следующие. Это необходимость выстраивания системы подготовки, повышения квалификации для УПК, низкий уровень привлекаемости рабочих профессоров среди молодых специалистов. Проблема в том, что на самом деле выпускники выбирают, как правило, отраслить гуманитарные направления, то есть математику, физику, химию и эгене сдают. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов выпускникам программы МБА. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете состоялась 26-я церемония вручения дипломов выпускникам программы МБА. В их число вошли 37 представителей различных компаний, а также государственных структур, администрации Рейса Республики Татарстан. С приветственным словом на мероприятие выступил ректор университета Ленар Сапин. Уверен, что обучение по программе МБА дало возможность вам повысить не только свои профессиональные, но и личные качества. Я надеюсь, вы все это будете использовать в своей будущей работе на благо нашей страны, на благо нашей республики. Программа МБА в высшей школе бизнеса КФУ существует с 2000 года. За это время окончили ее свыше тысячи представителей разных регионов России и шести государств. Хочу поблагодарить наших выпускников МБА за успешное завершение программы, за ваш добросовестный подход к учебному процессу и за успешную защиту выпускных проектов. А также пожелать вам использовать все полученные знания и инструменты, управленческие инструменты в своей профессиональной деятельности и с гордостью носить признанную и престижную во всем мире степень МБА. Основной философией высшей школы бизнеса КФУ является ориентация на потребности рынка. Таким образом, выпускники программы способны совершать эффективные преобразования в компанию, повышать ее прибыль и открывать новые перспективные направления. Всех вас поздравляю с завершением большого этапа в жизни. Я надеюсь, что вы всегда будете с теплотой, радостью вспоминать и несколькими жалеть о том времени, которое вы отдали себе, новым знакомым, преподавателям и школе МБА. Спасибо. Значительная часть выпускников отмечает, что решение о поступлении в высшую школу бизнеса пришло благодаря положительному опыту их знакомых. Относительно этой программы были самые высокие ожидания. Потому что действительно школа существует не первый год. У меня много знакомых там отучились. И я вижу, как они трансформировались в своей жизни повседневной с профессиональной точки зрения. Поэтому мне тоже было интересно попробовать свои силы. Высшая школа бизнеса КФУ занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления бизнесом и адаптированных к современным условиям. Узнать все подробности о программе обучения вы можете на сайте Казанского Федерального Университета. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Универа Ньюс. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. О том, как этот праздник отметили студенческие отряды Казани, расскажет моя коллега Адалина Абдрахманова. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. Официально этот праздник отмечается с 2015 года после подписания указа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После выхода указа студенческое движение стало в определенном смысле одной из визитных карточек молодежного движения в стране. Именно поэтому в культурном центре Московский состоялось мероприятие, приуроченное ко дню студенческого движения. Движение студенческих трудовых отрядов – одно из сильных движений в республике Татарстан. И первая его задача – это, конечно же, социализация студенческой молодежи в профессиональном смысле. Потому что, когда любой студент по специальности, будучи студентом того или иного вуза, идет работать в студенческий отряд, безусловно, конечно же, он становится конкурентоспособнее, его профессионализм становится выше и как выпускникам будет ценнее. План празднования дня студенческих отрядов разнообразен. Яркие танцевальные и вокальные номера, а также торжественная церемония награждения конкурсов – лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан и лучший работодатель для студенческих отрядов Республики Татарстан. Также прошло награждение лучших представителей подчетными грамотами и благодарственными письмами от министерств и ведомств Республики Татарстан. От Казанского федерального университета в рамках номинации «Лучший командир студенческого трудового отряда штаба года 2022» была награждена Натальей Шилова, командир штаба студенческих отрядов Казанского университета. Сегодня 17 февраля, день российских студенческих отрядов, и мы всеми отрядами Татарстана собрались, чтобы отметить этот праздник и узнать о победителе конкурса «Лучший трудовой отряд Республики Татарстан». Мы в этой деятельности, как руководящий состав штаба, уже не первый год, и, конечно, хотелось бы занять какое-либо место. Мы подавались как и в личных номинациях, так и в штаб подавали. Отметим, что мероприятие объединяет более 450 бойцов, ветеранов, партнеров, работодателей, руководителей образовательных организаций, а также представителей министерств и ведомств Республики Татарстан, активно содействующих в деятельности студенческого движения. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета разработали наносенсоры, позволяющие контролировать температуру в локальной области человеческого организма. Где может быть полезно такое устройство, расскажем далее. Современные технологии позволяют считывать многие процессы, протекающие в окружающей среде, в том числе температуру. Однако современные термометры не могут обеспечить нужной точности, тем более в локальных областях. Так зародился проект научно-исследовательской лаборатории гибридные оптические сенсоры. Разработка ученых Казанского федерального университета основана на таком явлении, как люминесценция. Грубо говоря, какой-то конкретный цвет соответствует какой конкретной температуре. Единственное, что на глаз нам очень сложно определять цвет, мы его можем только оценить. Поэтому у нас есть приборная база, которая позволяет увидеть спектр люминесценции, измерить другие параметры люминесценции, так называемые кинетики затухания люминесценции, и уже анализировать их. В процессе работы ученые оценивают механизм работы вещества, в основе наносенсоров, под воздействием нагрева или охлаждения. Для этого они используют специальные лазерные установки. В идеале исследователи планируют найти вещество с максимальной чувствительностью. Одна из обнаруженных характеристик текущего образца – изменение свойств при разной температуре, то есть при сжимании в холоде и расширении в тепле. Сжимается еще образец, то есть ионы становятся ближе друг к другу, и, следовательно, их вероятность взаимодействия увеличивается, и это тоже влияет на чувствительность. Использовать наносенсоры можно в совершенно разных областях. К примеру, контролировать температуру транзистора, благодаря чему можно вовремя узнать о его выходе из строя. Или, если применить наносенсоры в медицине, измерять температуру клеток тела. Это может быть полезно при той же лечебной гипотермии. При использовании этого метода происходит нагрев раковой опухоли до 41 градуса. Наносенсоры позволят следить за температурой в данной области и контролировать ее. Мы, конечно, преследуем цели от оптические температурные сенсоры, но в большей степени мы как раз-таки занимаемся фундаментальными исследованиями, то есть мы их характеризуем. В своих исследованиях ученые опираются на опыт коллег. Периодически они посещают научные конференции, где представляют промежуточные результаты работ. В настоящее время развитие научно-исследовательской сферы имеет для страны огромное значение. Это значит, что востребованность профессий, связанных с ней, будет расти с каждым днем. Как студенты Казанского федерального университета реализуют себя, расскажем далее. Образовательный процесс – не единственная сфера деятельности, в которую погружены студенты Казанского федерального университета. Конечно, изучение теоретического материала и выполнение лабораторных работ составляет определенный пласт знаний, но основная задача преподавателей – не заставить студента мыслить шаблонно, а дать ему возможность найти нестандартный подход к решению современных проблем. Мы получаем очень много наград, всегда наши студенты достойно представляют Казанский университет, всегда наши доклады их очень, так сказать, высоко оценят и, значит, всегда к ним такое очень трепетное отношение, потому что это очень интересно нашим коллегам из других регионов и вузов. Студенты КФУ активно взаимодействуют с отечественными вузами и ведущими компаниями, практикуются на лучших площадках. Для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий, к примеру, это Татнефть, Роснефть и Газпромнефть. Сотрудники университета отмечают, что такие взаимодействия дают студентам толчок для запуска собственных исследований. Мы работаем не только над какими-то фундаментальными задачами, но и стараемся все, что наши ученые изобретают, придумывают, внедрить в практику. И поэтому действительно Институт геологии является лидером по реализации проектов для реального сектора экономики. Примерно каждый год в районе 100 проектов мы выполняем. И результаты их уже приносят действительно реальные результаты, ощутимые результаты с точки зрения увеличения нефтеотдачи, поиска новых месторождений, решения каких-то других проблем, которые существуют перед индустрией. В настоящее время развитие научно-исследовательской сферы имеет для страны огромное значение, а значит, востребованность профессий, связанных с ней, будет расти с каждым днем. Государство активно поддерживает студенческие проекты, выделяет гранты для молодых ученых и президентские гранты. Немалое количество исследований ученых Казанского федерального университета поддерживает Российский научный фонд. Именно поэтому в стенах вуза активно ведется научная работа, которая каждый раз помогает найти инновационные решения для практических задач. Подробнее о последних научных разработках вы можете узнать на сайте Казанского федерального университета, а также в материалах телеканала Универ ТВ. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин